Сегодня мы будем с вами сажать крыжовничек. И чем этот метод отличается от всех остальных? По этому методу растение один раз садится, и про уход за ним, кроме обрезки, можно забыть. Никакой химии, никаких удобрений вам класть уже не придется. Поэтому один раз сделав грамотно, можно наслаждаться долгие годы хорошим и, главное, здоровым урожаем. Без нитратов, без химии и прочего. Что делается? Выкопалась яма примерно 40 на 40 сантиметров и глубиной около тоже 40 сантиметров. На дно ямы я положил конский навоз. Свежий конский навоз, там упало яблоко, упало дерево, пусть там и лежит. Кроме того, кладется деревяшка. Любая деревяшка, неважно какой породы, хвойная, лиственная, яблоня, груша, неважно. В данном случае у меня яблони. Кладем. Сверху насыпаем торф. В моем случае это торф в перемешку с навозом и мелкими веточками, которые пролежал с весны. Он уже наполовину перепревший навоз. Веточки уже наполовину перепревшие. Садим желательно в бессолнечную погоду, поскольку приживаемость гораздо лучше, если идет дождик, пасмурно. Вот как раз сегодня пасмурно, дождик, сегодня лучшая погода для посадки любых растений, в том числе и крыжовничка. Так вот, при посадке из закрытой корневой системы, из вот такого вазончика, проверяем наш саженец. Вот он сухой. Видно, да? Большая ошибка наших садоводов. Они сразу пытаются садить в землю сухой ком. Что надо сделать? Первое, взять, как граблями, пальцами, взъерошить весь ком. И если он сухой, поместить его в воду. Вот я покажу вот так. Прямо положить в воду и чтоб он тут находился. Пока мы работаем с нашей ямой. В яму я добавляю еще землю. Уже пошел дождик сейчас. И перемешиваю наш растворчик. Дальше. Я примеряю наш саженец. Смотрю, чтобы корневая шейка была выше уровня земли. Или в уровень землей. Она у меня ниже. Что я делаю? Я беру и наше бревно кладу выше. Перемешиваю наш растворчик. Добавляю земельки. Поливаю это все дело. Вот такую кашу-малашу делаю. Вот так. Кладу опять бревно. И смотрю, корневая шейка получается чуть выше уровня земли. То, что надо. Добавляю еще земли. Добавляю далее наш творф. И перемешиваю его с землей. При этом хорошо, обильно поливаю. Опять, чтобы была каша-малаша. Как в детстве. Вот такую кашу-малашу делаем. Далее. Видите, я все сгреб в один центр. К нашему корню. Все питательные элементы. Творф. Навоз. Перепревший. Обязательно перепревший. С корнями должны соприкасаться только перепревший навоз. Свежий навоз. Если будет соприкасаться с нашими корнями, растение наш погибнет. Дальше засыпается земля по периметру. Корни лишние, ненужные, других растений удаляются. И плотненько это все ужимается с усилием. Чтобы не было пустот. Продолжение следует...